мои приветствия всем с вами светлана добровольская в этой записи хочу ответить на простой вопрос как сохранять способность не вовлекаться в драму окружающих людей или средств массовой информации так далее и при этом сохранить возможность испытывать глубокие чувства остаться живым в сущности это вопрос выбора как не включаться в то во что вы не хотите включаться как быть наблюдателем наблюдателем не в смысле оценивания не в смысле какого-то экспертного отношения к событиям а наблюдателя в том плане что вы фиксируете то что происходит но никак не подключаетесь к этому как быть наблюдателем и одновременно жить по полной как радоваться всему что происходит с нами испытывать свои подлинные присущие вам чувства любить может быть печалиться вдохновляться ликовать или испытывать состояние глубокого покоя этот вопрос я не случайно записала как иллюстрацию к статье по поводу тревожности родителей потому что конфликт поколений который мы с вами переживаем как никогда ранее обнаружил такое внутреннее противоречие в отношении к жизни дело в том что практически вся человеческая культура литература поэзия музыка философские трактаты вращаются вокруг страдания и надо сказать что культ мучений для нашей культурной европейской это базовый культ потому что мы живем в христианской культуре хотите ли вы этого или не хотите и понятие того что мученичество это хорошо оно пронизывает сознание людей вне зависимости от того разделяет ли они на сознательном уровне или нет оттуда кстати масса проблем вызванных внутренним сопротивлением против счастья то есть если люди получают просто так удачу любовь богатство красоту успех в них зреет напряжение и сомнения а не будет ли за это расплаты хорошо ли чувствовать себя счастливым уместно ли это более того столько людей страдает вокруг как же я могу быть счастлив если это так а нынешний момент если вы уже осознанно какой-то степени прикоснулись к строительству собственной жизни в нынешний момент стало очевидным детально прописанным исследованным различными человековедческими науками такое положение которое позволяет нам понять страдание это всегда бессознательный выбор человека иногда и сознательно на месте страдания может быть совсем другая эмоция то есть нет жертв жизнь устроена так что мы просто соглашаемся по каким-то причинам часто очень глубоким и сложным соглашаемся на роль жертвы но у нас всегда есть власть не исполнять эту роль у нас всегда есть ресурс пока мы живы по-другому построить свою жизнь и ощутить себя в тех же самых обстоятельствах тех же самых условиях совершенно иначе ну это не тема нынешней нашей встречи поэтому я не буду распространяться этот счет но если вы хотите вы как бы просто зайдите на мой сайт и почитайте статьи из всяких разделов особенно жизненные ценности раздел жизненные ценности я сейчас о другом я сейчас о том когда когда в том периоде когда люди уже поняли что очень многое в их жизни происходит как бы само собой без их желания очень многие реакции ну например раздражительные окрики на детей или глубокое отвращение каким-то людям там соседям там соратникам ну в смысле там сотрудникам или застарелые какие-то обиды на родственниках или ну нетерпимость какая-то или наоборот страх уныние чувство вины то есть очень многое что испытывают люди как бы становится очевидно не их происхождение то есть это усвоенные из детства какие-то комплексы это какие-то стереотипы которые уже понятно что не ваши но избавиться от них вы не можете и вот тогда наступает такой этап когда в какой бы то ни было форме но человек учится быть наблюдателем ошибка многих людей современных которые не знакомы с духовными практиками восточными которые тысячелетиями отрабатывали этот способ овладения собственной жизнью ошибка современников часто в том что они хотят быстро изменить свою жизнь но прежде чем ее изменить нужно ее понять а что понять свою жизнь нужно уметь наблюдать это несложно главное условие наблюдения не судить если вы просто получаете задания вот на моем курсе это обязательно проходят участники вы получаете задания жить так как вы живете реагировать так как вы реагируете обычно люди обращаются на курс с целью изменить свое поведение или стать более уверенным в себе или спокойным или иметь больше сил как бы для перемены обращаются люди на курс. Но я им даю задание первое. Ничего не менять, ничего не оценивать. Более того, я еще убеждаю, что все хорошо так, как есть, потому что если мы внутри чувствуем себя плохими, виноватыми, ненужными, нам сложно не оценивать. Мы все равно каждый раз фиксируем. Ах, опять у меня вот это не получилось. Или что же я такой? Нет. Наблюдение срабатывает тогда, когда вы эмоционально не вовлечены. Когда вы просто фиксируете. О, я кричу. Или там, о, я ленюсь. Ой, я устал. Ну и так далее. То есть, ситуация заключается в том, что вы просто фиксируете, что с вами происходит. Иногда полезно это записывать. Иногда можно просто наблюдать с удивлением. Через некоторое время, иногда бывает буквально 3-5 дней, вы замечаете, что некоторые моменты вы успеваете контролировать еще до того, как они наступят. Вы уже чувствуете, что сейчас вы заорете, например. И знаете, что зря. И это все равно не сыграет свою положительную роль. Вы сами будете чувствовать себя противно и плохо после этого. И виноваты перед ребенком, или супругом, или мамой родной своей. И вы получаете возможность выбора. То есть, когда вы наблюдаете, у вас есть возможность на каком-то этапе, начать делать выбор, включаться в это или не включаться. Но здесь есть одна такая небольшая ловушка для людей, которые по природе своей ментально ориентированы. Я должна немножечко сделать вступление и сказать о том, что мы очень разнообразны. Сказочные персонажи, гномы, эльфы, русалки, драконы и так далее, это ничто по различиям, по сравнению с тем, как отличаются люди. То есть, ресурс человеческий настолько отличается, движущие силы настолько отличаются, что то, что для одного является лекарством, для другого – яд. Но есть общепринятые, такие общепризнанные типологии, которые легко показывают глобальные отличия людей. Так вот, есть люди, которые реагируют эмоционально на события, а есть люди, которые реагируют ментально на события. То есть, когда они на что-то с чем-то сталкиваются, первое у них – аналитическая деятельность. Они могут очень горько и сильно чувствовать, но позже. То есть, в тот момент, когда происходит какая-нибудь бурная сцена, у них какое-то оцепенение внутреннее, они просто на это смотрят, даже часто разумно очень внутри себя делают выводы. Но проходит буквально несколько минут, а бывает часов, и вдруг внутри такого ментально ориентированного человека начинается огромная такая отравляющая эмоциональная работа. У него появляются мысли, которые рассуждают о том, по какому праву эти люди так себя вели в отношении меня, справедливо ли это, нужно ли это, не нужно ли это. А надо сказать, что в отличие от эмоций, которые импульсивно возникли, биологически воплотились в нас с помощью гормонов и как-то потратились. Мысли – это очень устойчивое образование. Если вы начинаете ходить по кругу, из этого круга очень сложно выйти. И поэтому парадокс заключается в том, что люди рациональные, если они включились постфактум в какую-то эмоциональную ситуацию, включились мыслями, то есть начали оценивать, хорошо ли это или плохо. Они могут довести себя до таких глубоких и неприятных переживаний, которые и не снились людям эмоциональным, которые в момент какого-то эксцесса бурно реагируют. Потому что тех, кто бурно реагирует, это бурно приходит, бурно уходит. Это один момент, да, разница. Второй момент очень важный, который часто на визуальном нашем, так сказать, ряду, да, восприятии жизни не замечается. Обращали ли внимание на то, что, например, какая-нибудь эмоциональная женщина молодая, которая по поводу всего кудахчет или легко плачет, сокрушается, сочувствует, восторги выражает, огорчается. То есть, как бы такая она чувствительная, такая она эмоциональная. Если вы приглядитесь повнимательнее за ее поведением, то вы увидите, что эта женщина никогда не упустит своего. Она очень даже, ну, рационально хитра, я бы сказала так, да. То есть, она свою выгоду всегда видит. И, в общем-то, по-настоящему ее выбить из колеи очень сложно. Это человек, который реально, отвлекая окружающих своими бурными эмоциями, достигает своих конкретных целей. И часто это бывает бессознательно. Я не говорю о манипуляторах или специально обученных людях, которые используют аффективные приемы, да, то есть дестабилизация эмоционального состояния окружающих, для того, чтобы добиться своего. Ну, это, кстати, бабушки наши очень умеют, когда они бурно там, ой, там я умираю, у меня давление поднимется, как ты можешь доводить так мать свою до этого? Я уже не могу это терпеть. А касается это что-нибудь в вашей биографии чего-нибудь, да, там, например, я не знаю, там, свидание с человеком, которого вы выбрали, или там, вплоть до того, что еды, которую вы едите. Мама говорит, ты меня убьешь своей диетой, я уже не могу это видеть, хотя вам уже 35 лет, а маме там, соответственно, в два раза больше. Да, то есть это манипуляция, реагирование эмоциональное, бурное на чужое поведение с целью дестабилизации, чтобы достичь своих целей. Так вот, такого рода эмоциональность не имеет ничего общего с глубокими чувствами. Это такая буря в стакане воды. И именно вот эти эмоции наполняют наш экран. Именно на этих эмоциях построены сериалы, именно их муссируют в передачах типа из зала суда, или там еще какие-нибудь в этом роде. Я подробностей не знаю, я давным-давно не смотрю телевизор, но иногда вынуждена краем глаза в гостях или у родственников замечаю эти моменты. И это можно объяснить, потому что люди, боящиеся посмотреть правде в глаза, боящиеся увидеть реальность, в которой они играют не свою роль, люди, вынужденные ходящие на работу, вынужденные выполняющие какие-то социальные свои роли в отношении родственников без всякого глубокого внутреннего побуждения, да, привычно зомбированные, то, что называется люди из матрицы. Так вот, люди, живущие таким образом, на самом деле боятся остаться наедине с собой. И для того, чтобы создать видимость того, что они живы, с одной стороны, а с другой стороны, отвлечься, вот телевидение дает прекрасный материал. Потому что никогда ни один из нас не может быть насильственно обманут. Можно только обмануться добровольно. И вот основное население нашей страны с удовольствием обманывается этим экраном. Большую часть телезрителей составляют люди пожилого возраста, для которых активная жизнь, бурная активная жизнь была такой, которая нам и не снилась. Это люди, которые восстанавливали страну после войны, или там работали на комсомольских стройках, или, ну, там, воевали в каких-то там местах. Ну, в общем, вы понимаете, когда мы свысока так смотрим на пенсионеров, плачущих над сериалами, необходимо помнить, что эти люди построили, в общем-то, то общество не со своими там какими-то язвами или травмами, а общество, в сущности, в котором вы имеете возможность жить в своей квартире и ездить на своей машине. То есть они восстановили с разрухи страну. Так вот эти люди так активно действовали, что у них вообще не было времени осознавать свои чувства и вообще вникать в то, как люди чувствуют. И они как дети смотрят эти сериалы, переживая, сопереживая героям, потому что у них пропущен этап эмоциональной зрелости. У целого поколения, даже не одного поколения советских граждан, скажем так. Поэтому большая разница в том, как смотрят сериал «Бабушка 70 лет» и «Мужчина 40». Потому что бабушка компенсирует недостачу впечатлений жизненных вот этим образом. А мужчина 40 лет, наблюдающий улицу разбитых фонарей или что-нибудь еще в этом духе. Он вместо жизни получает впечатление. Потому что он находится в активной фазе, в которой ему нужно жить. А он замещает это вот этими сюжетами, ни о чем, скажем так, создающими видимость интереса, действия и так далее. Это не осуждение, это констатация факта. И к счастью, все больше и больше людей среднего возраста осознают, что жизнь проходит между пальцев как песок. Вне зависимости от их успешности, материального уровня и так далее. На каждом экономическом уровне есть свои моменты осознания. Совершенно не важно, какой там у вас валовый доход. Важно, сколько у вас остается в душе в результате вашей деятельности в течение дня. С чем вы засыпаетесь, с чем вы просыпаетесь. Так сейчас активно начинают осознавать, что они не хотят быть использованными чужими мыслями, чувствами, впечатлениями. Они хотят жить собственной жизнью. Но собственная жизнь не очень складывается. И в этой связи я хочу обратить внимание на вторую сторону, так сказать, процесса. Сначала я рассказала вам о как бы эмоциональных людях, которые на самом деле бессердечны. Они манипулируют драмой, причем часто сами себя доводят до полусмерти, а иногда и до смерти в этой драме. У меня была знакомая, которая на протяжении семи лет обсуждала с детьми, как ее надо хоронить. При том, что она была нездорова, конечно, у нее свои были осложнения тяжелые какие-то по здоровью, потому что она вообще такая экспансивная. И уже измучилась вся семья. К этому вопросу она уже отнеслась технически, скажем так. Обсуждено, где будут цветочки, где будет у могилы расти елочка, как этот будет обряд проходить и так далее. То есть все то, что для человека составляет такую сакральную тему, в этой семье стало мотивом обсуждения. А потом бабушка передумала умирать и переключила свое сознание в другом направлении, стала садоводом замечательным и, я думаю, еще проживет немало лет и совершенно с другим наполнением. Это как раз то поколение, которое активно действовало. Потом вот этот период был погружение в драму, а потом опять стало действовать, если выбрала это. Но в среднем возрасте немножко другая история. Очень часто женщины особенно, но хотя сейчас много истеричных мужчин, женщины ведут себя определенным образом, бурно реагируя на какие-то несовершенства окружающих или себя. На самом деле не потому, что у них такое устройство психики, а потому что они выучились этому у своих мам или бабушек. И теперь уже не могут с этих рельс сойти. И для них вот это наблюдение, оно спасительное очень. И в общем-то им не грозит ситуация, что они станут бесчувственными наблюдателями аквариума. Люди, которые легко эмоционально вовлекаются в окружающее, да, они на самом деле готовы к тому, чтобы относиться к жизни глубоко. Но у них нет связки между реагированием эмоциональным и мировоззрением, картиной мира. Потому что героиня моего первого примера, которая устраивает сцену фонтана на работе, да, или там разборки с семьей, бурно, когда все дестабилизированы, она устроила такое выяснение отношений, а через некоторое время улыбается и пошла там по своим делам, а вся семья, значит, пожинает плоды этого конфликта. Так вот, первый мой персонаж – это совершенно другая ситуация. А второй вопрос – когда мы страдаем от того, что мы испытываем какие-то яркие такие вот эмоциональные деструктивные впечатления, а хотим другого. Вот тогда мы хотим освоить роль наблюдателя, но при этом сохранить в себе ощущение глубины жизни и ощущать настоящие чувства. Так вот, если поговорить со второй стороне вопроса, кто же является антиподом такой взвинченной, экзальтированной дамочки, скажем так? Ну, или мужчины, к сожалению, опять же, и мужчины очень часто воплощают такую модель в наши дни. Так вот, окажется, что очень часто спокойный, уравновешенный человек, неторопливый и обстоятельный, часто очень дотошный и такой занудный в каких-то деталях. Это какой-нибудь, может быть, рукодельник или ученый или конструктор. Внешне очень невозмутимый и как бы даже безразличный для своей семьи. Умирает от инфаркта в 40 лет, например. Или в ситуации какого-то настоящего стресса просто теряет сознание. Это как раз люди, у которых глубокое сущностное реагирование на жизнь. Они сострадают глубоко людям. Они видят подлинные причины мучений человеческих. И они резонируют на них. Но в силу того, что ими накоплен в прошлых жизнях большой опыт вот этого манипулирования эмоционального, да, то есть потому что большая человеческая история, это была драма, спектакль, в которой разыгрывались какие-то зверские, трагические или там какие-нибудь еще сцены. Хотя люди хотели всегда счастья. Так вот, люди, у которых эмоции часто не выражаются, они глубже чувствуют, чем те, кто вот бурно реагирует на жизнь. Только потому, что в этой жизни они реализуют какие-то другие задачи. И часто противоположная сторона пары или семьи, да, ну там родители, например, или родители и дети, или супруги обвиняют этого человека в черствости, невнимательности, да. Они говорят о том, что он бессердечно наблюдает, все там. Это происходит только потому, что они на разной глубине. Бурно реагирующий человек живет в верхних слоях, так сказать, океана, а человек глубокий получает свои впечатления там поближе к дну, скажем так. И если там начинается буря, мало не покажется снаружи. Поэтому вот эти моменты, связанные с управлением своего отношения к чувствам, они требуют, прежде всего, понимания, какой тип реагирования у вас, как вы себя ощущаете в этой жизни. Раздражают ли вас люди, которые вот бурно реагируют? Хотите ли вы как бы от них дистанцироваться? Или вы как рыба в воде в конфликтной ситуации с удовольствием в перепалках участвуете, да, или там каких-то других моментах, связанных с поверхностными яркими эмоциями. В зависимости от того, какой у вас тип, по-другому вы и осваиваете это наблюдение. Потому что в сущности наблюдатель, мастерство наблюдателя не в том, что он отделил себя от чувств, а в том, что он смотрит на события с определенной перспективой. Если вы смотрите на град, снег, дождь в феврале, например, это неприятно, но вы понимаете, что это обычная история для данного времени года. И буквально через 5-7 дней солнце возьмет свое, снег растает, начнет прорастать травка, цветочки, листочки, а все эти неприятные погодные условия оставят свой благодатный след, напитают влагой землю. Но если вы видите такое событие, ну, я не знаю, в разгар там плодоносения деревьев или в расцвет, когда только зависть, цветы распустились, то это как бы крушение возможностей и так далее. То есть это нарушение естественного ритма жизни и эмоций, которые вызывают это событие, совершенно иные. Так вот, наблюдатель подлинный, мудрый наблюдатель, он всегда знает, то, что происходит уместно. Это похоже на град в феврале. Просто нужно отойти подальше и увидеть весь год целиком. Тогда вы осознаете, для чего это происходит, зачем это происходит. И это никак не мешает вам испытывать глубокие чувства радости по поводу того, что листики проклюнулись и травка проросла. Если сказать коротко, то эмоции, от которых мы дистанцируемся, вернее не дистанцируемся, на которые мы смотрим и наблюдаем которые, это реакции нашего физического тела, нашего подсознания, которое несет печать прошлых поколений, наших комплексов детства. То есть это то, что получили мы в наследство на протяжении своей жизни. А чувства это наш выбор. И здесь я подхожу к третьей теме, которая до последнего времени очень мало была представлена в специальной литературе, что в психологической, что в духовной по самосовершенствованию. Это история о том, что чувства можно пропускать сквозь себя. И даже эмоции можно пропускать сквозь себя. Если вы, например, оказались в какой-то толпе, ну, например, на вокзале, в это время какая-то происходит авария или ЧП, вся эта масса в этом зале испытывает какую-то одну волну эмоциональную паники или наоборот оцепенение или отчаяние или чего-нибудь еще, если вы понимаете то, что эмоция – это реагирование, так же точно, как вы реагируете на горячее. Прикоснулись, отдернули руку, так и здесь. Раздражитель выпали в это поле, вы испытали. Наблюдение заключается не в том, что вы ничего не чувствуете. Наблюдение заключается в том, как протекает в вас эта эмоция. Где эта эмоция застряла, у вас дрожат колени, у вас горит в горле, у вас стучит сердце, у вас хладеют ладони. Как только вы наблюдаете эмоцию, вы становитесь ее хозяином. Вы тот же наблюдатель, но вы живете, вы ее испытываете. И через вас проходит эта волна, не затрагивая вас, потому что я повторяю мысль, которую, в общем-то, освещаю во всех своих последних работах, мысль о том, что разрушительное действие начинается тогда, когда мы думаем о чувствах, думаем об эмоциях, когда мы их испытываем непосредственно. Это процесс, нормальный физиологический процесс, но когда мы начинаем зависать, когда мы начинаем анализировать, мы начинаем подпитывать эту эмоцию или это чувство, как правило, деструктивное. Мы начинаем подпитывать ее, и она начинает генерировать эту эмоцию. У нас те биохимические процессы, которые разрушают наше здоровье, мешают ясному взгляду на обстоятельства и так далее. Поэтому третий аспект наблюдателя – это умение… Значит, первый аспект, я повторюсь, первый аспект – определить свой тип. Второй аспект – разделить эмоциональное и чувственное реагирование. Третий момент – проживать эмоции, проживать чувства. То есть наблюдение вызвано не тем, что вы не хотите чувствовать, вы не включаетесь, а тем, что вы умеете чувствовать, пропускать сквозь себя и не застревать в этих чувствах, в этих эмоциях. Тут есть очень интересный момент. Для меня это было откровением. Я в своей жизни это прожила сама и, в общем-то, еще как следует не описала этот процесс. Может быть, вы первые, кто услышит об этом. Я по складу своего психического устройства как раз отношусь к ментальным людям. С самого детства я впадала в оцепенение в ситуациях, когда люди конфликтовали, кричали, шумели. Мне было очевидно, что они играют какие-то дурацкие роли и незачем в них играть. Пока это были люди, ну, скажем так, дальнего круга, я просто была наблюдателем. Но когда, как и любой ребенок середины прошлого века, там, второй половины прошлого века, я попадала в какие-то перепалки, конфликты или напряжения между своими родителями или старшим поколением и родителями. Хотя хочу сказать, что чем дольше я живу, тем больше я благодарна своим родителям за все те опыты, которые они мне дали. Так вот, когда близкие люди стали демонстрировать вот такие формы поведения, бурные, дестабилизирующие, я стала тем наблюдателем, которым вообще не надо становиться быть. То есть я стала бесчувственным наблюдателем. Я научилась цепенеть, выключать громкость, видеть их как в черно-белом кино и отдаляться от людей. Это свойство мне очень помогло в школе, там, даже в УЗИ, когда там преподаватели какие-то садисты встречались, бывает такое. Вот, то есть я неуязвима для давления людей окружающих была. Но одновременно с этим защитным механизмом наблюдателя в отношении неприятных событий, я утратила способность ярко чувствовать вообще эмоций. Поэтому вопрос, который мне задан, и ради которого я завела весь этот разговор, он прям в точку. И это состояние длилось у меня наблюдательное, ну, практически до 30 лет. Хотя в большой части своей жизни, примерно третью ее занимала, я очень яркие чувства испытывала. Это часть моей жизни, которая была связана с литературой. Насколько в жизни я была наблюдательна, настолько я упоенно, с самыми нюансами ярких чувств, красок, впечатлений переживала жизни героев или мыслителей тех книг, которые я читала. Когда, будучи уже взрослым человеком и обучаясь профессиональной психотерапии, я должна была выполнять практические работы, связанные с самоанализом, и нужно было найти самые счастливые впечатления жизни, то ни рождение детей, ни романтические отношения с молодыми людьми, ни счастливый брак, который был таковым, как бы я так считала, ни какие-то победы, успехи, дипломы и так далее. Ничто это ни в какое сравнение не шло. По эмоциональному восторгу, восхищению, упоению, которые оставили во мне какие-то произведения литературные, но, как правило, это были не билетристика, более глубокие вещи. То есть та настоящая жизнь, которой я жила в книгах, теперь я понимаю, что это не книги, это про другую реальность, она настолько была богаче, ярче и великолепнее, чем та реальность, в которой я находилась, что даже не вызывало меня сомнений. Просто я даже не знала, что в этой жизни тоже мог быть такие краски. Эта жизнь просто была для меня тренажерным залом, в котором я выполняла какие-то свои роли. Хотя окружающие считали, что я очень эмоциональная и артистичная, и открытая. Для окружающих я была очень живой, но сама для себя я была в позиции наблюдателя. Так вот это всё во мне стало меняться на протяжении моего духовного пути. Такая активная у меня такая деятельность ежедневная, ежечасная, ежеминутная началась в 30 лет. И вот эти 15 лет, они полностью меня преобразили. Примерно лет 5 назад я подошла к такой черте, когда я поняла, что каждое негативное чувство – это часть меня. И если я не хочу его испытывать, я лишаюсь какой-то палитры жизненной. И нужно научиться испытывать любые чувства так, чтобы не пострадать от них, но при этом проживать их. А ещё через пару лет я встретила 3 года назад очень мудрого человека, который научил меня просто великолепно своим примером и некоторыми такими супервизиями, да, то есть анализом моей жизненной текучки, скажем так, да. Он мне научил тому, как вообще ценны эмоции любые и чувства любые. И я научилась не бояться, не бояться увлечься чем-то или не бояться присоединиться к каким-то эмоциям других людей. К этому времени я уже отработала этот механизм наблюдателя, ну, он, в основном, у меня с детства был отработан невключённости в драму, да, то есть, но когда вот я стала оживать, как бы полностью, вся, целиком, когда мои энергии стали очень интенсивными, быстро, быстро двигающимися, когда у меня стали активно работать нижние чакры, потому что на протяжении большей части жизни я, как бы, вверху была очень активна, да, а нижние чакры, ну, для жизнебеспечения, там, функционирования и так далее. Это, кстати, характерная черта для многих людей, которые идут духовным путём с самосовершенствованием. Более-менее баланс был, но несравненный, да. То есть количество энергии, которые я получала в сердце, в творческие центры, в центры яснознания и так далее, она грандиозно просто была по сравнению с теми количествами энергии, которые я получала для физического выживания. Это разные совсем были параметры. Когда я стала это всё выравнивать, когда я научилась упиваться просто любыми физическими ощущениями, наслаждаться водой, прикосновениями, воздухом, там, травинками, ароматами, ну и так далее. То есть я освоила как бы это тело физическое, то оказалось, что все чувства прекрасны. И если вы не испытываете печали, ну какое-то время, то вы никогда не ощутите богатство ликования. И если вы сами перекрыли себе эмоцию, связанную с каким-то состоянием одиночества или, ну как бы, неполноты вашей жизни, да, то фактически невозможно испытать упоение от того, что вас понимают, единение, понимают не ваши мысли, я имею в виду, а понимают, принимают вас как явление природы. То есть вот это единение сложно очень испытать. Поэтому наблюдатель не может повредить человеку испытывать жизнь во всей полноте, если этот наблюдатель одновременно наблюдает самого себя. То есть он наблюдает не других, он наблюдает процесс взаимодействия я и другими. И он наблюдает, вот во мне поселилось это, вот я зацепил эту эмоцию страха, например, да, или я, во мне импульс родился отвращение. Да, надо назвать это, да, я наблюдаю, во мне родилось отвращение. Где в теле оно? Быстренько, где в теле? В чем, в симптомах каких выражается? Как только я направляю внимание на свое тело, так сразу я ощущаю, что половина заряда этой энергии уже проходит, потому что задача эмоций – обратить внимание на ситуацию. Эмоции природы заложены для того, чтобы мы заметили, что произошло. Как только мы замечаем свое физическое состояние, эмоция в нас ослабевает. Так вот, первый момент – это связано с ощущением в теле, а второй момент – воспоминание того, о чем я говорила в предыдущей лекции, воспоминание того, что очень многие эмоции не наши, через нас проходит очень много энергии коллективного поля человеческого, и это не какая-нибудь грязь, которая нас пачкает, да, а это просто следствие нашего причастности к человечеству. И когда мы повышаем свои вибрации, когда мы, то, что я говорила на прошлом занятии, когда мы поддерживаем частоту благодарности, любви и, как вам сказать, доверия жизни, да, то, что все, что происходит, для чего-то нужно, доверия жизни, то мы не просто выныриваем из этого поля негативных эмоций, а мы преображаем то пространство, которое вокруг нас. И многие люди, которые находятся в пограничном состоянии, то есть они могли бы радоваться, но печалиться, они могли бы сочувствовать, но зляться, они, оказываясь ближе к нам, в них проявляется тяготение к созидательным эмоциям, им проще сделать выбор и испытать тоже более положительные состояния. В этом и заключается, собственно, предназначение людей на земле, меняя себя, совершенствовать мир. И я хочу сказать, что если коротко обозначить условия, при котором наблюдатель не делает из нас такого бесчувственного истукана, если коротко сказать, то это будет такая фраза, наблюдайте сердцем, а не умом, и тогда вы не окажетесь в отделении от этого мира. Но наблюдая из сердца, вы благословите человека, который устроил драму какую-то или скандал. Вы увидите, что продавщица, которая там неадекватно себя ведет в торговом зале и вокруг себя собрала толпу народа, на самом деле помогает людям выплеснуть наружу негатив, который они принесли с работы. То есть все не случайно здесь происходит. Другое дело, что хотите ли вы к этому присоединиться или нет, но осуждению нет места. Что бы ни случилось, все благословенно. Для того, чтобы иметь такую позицию, нужно расширять картину мира, нужно читать, знакомиться с людьми, живущими таким образом, не смотреть передачи, фильмы, прессу, которая представляет нас жертвами. То есть выходить на другой уровень осознания жизни. Если вы осознаете жизнь как прекрасный процесс, в котором для экспериментов безграничное количество времени, места и возможностей, то ваша реакция на какую-то неприятную ситуацию, эмоциональную или сюжетную, она по смыслу сразу не может быть испуганной или осуждающей. Она может быть только, в крайнем случае, отвращающей. То есть вам просто очень неприятно в эту сторону смотреть. Особенно очень страдают молодые люди, совсем индига, кристальные, которые пришли в наш мир, ну, можно сказать, из гармоничных миров. Большинство из нас неоднократно бывало на Земле, и мы, в общем, запрограммированы на борьбу, противодействие, ну, как вам сказать, страдание, терпение. А вот эти дети, которые подросли, которым сейчас 20 с небольшим, они пришли совсем из другого места, и они пришли всё для того, чтобы показать нам, что вообще-то жизнь – это счастье, и почему они так и сопротивляются любому насилию, начиная от требований убирать свои вещи и кончая от образования. Так вот, для них бывает очень сложно победить отвращение. Но я обращаюсь сейчас к более взрослым людям, и молодые имеют другой ресурс, он у них чуть попозже актуализируется, они смогут иначе посмотреть на эту реальность. А вот мы, люди среднего поколения, часто очень ходим кругами по одному и тому же не очень красивому месту. И у нас всегда есть возможность, наконец-то, задать себе вопрос, что надо изменить, чтобы выйти из этого круга? Какие шаги предпринять, чтобы не повторять того, что я уже испытывал? Чего я боюсь начать? Что я боюсь начать? Для того, чтобы уйти отсюда. Потому что мозг наш, инструмент, которым руководствуемся мы в повседневной жизни, он устроен по принципу подобия. Он ищет подобные образы, подобные впечатления, подобные состояния. Он смотрит назад. Ну, я говорю про левое полушарие. И поэтому, как бы тяжело и противно вам не было, проще повторять это, чем начать что-то новое и неизвестное. Но в конечном итоге только от нас самих зависит сделать этот выбор. И я призываю вас не бояться его сделать. Ну, более того, хочу сказать, что хотите ли вы, не хотите, жизнь о вас позаботится, вас все равно как пробку из шампанского вытолкнут в тот момент, когда уже невыносимо будет продолжать то, что вы продолжаете. Другое дело, что если вы выбираете этот выход из замкнутого круга неприятных ощущений добровольно, то вы можете, ну, как бы сохранить некоторые декорации прошлого, да? То есть отчасти у вас сохраняется ваше какое-то благополучие. А когда жизнь вас выпихивает наружу, то рушится все. С одной стороны, это удобно, потому что до основания мир старо разрушен, и вам нужно начинать новое. Но с другой стороны, многие ломаются и просто гибнут, когда рушится все вокруг. Поэтому не надо ждать последнего, так сказать, крика петуха. Если вам тяжко, если вы устали от бессмысленности своего существования, если вы тяготитесь своей работой, если близкие, которые рядом с вами вызывают у вас только чувства, ну, не хочу. Я не хочу говорить плохих слов. В общем, плохо вы к ним относитесь и ощущаете себя ненужными ни к чем нам там. По крайней мере, на время переместитесь в другое место, займитесь чем-то другим. Начните что-то новое, чтобы просто стать другим. Отчасти хотя бы. Потому что если мы общаемся с другими людьми на новом месте, хотим мы или не хотим, мы имеем возможность чуть-чуть свои маски приоткрыть. Но надо сказать, что у нашей души всегда есть свой план. И в тот момент, когда мы смутно даже ощущаем, что хотим перемен, она, эта самая душа, подсовывает нам книги, людей, ситуацию, чтобы мы задумались и, собственно, сделали этот выбор в сторону осознанной жизни. А что касается чувств, хочу сказать, что тот, кто много страдал, с одной стороны, изранен, и он в шрамах, но с другой стороны, он имеет бесценный опыт дорожить хорошим. Иногда я смотрю на своих детей, у меня очень яркие дети, собственно, благодаря которым возник мой проект, сайт, статьи и так далее. Потому что их мировоззрение настолько отличалось от того, с каким пришла я сюда, что я не могла не поменяться кардинально. Иногда я смотрю на своих детей, и мне жаль того, что они не ценят некоторые возможности и моменты в полной мере, потому что они даже не подозревают, что это ненормально, ну как, не то же ненормально, что это подарок, то, что они имеют, да, а в жизни есть много других сторон. Хотя, может быть, в этом и есть плюс, потому что человек, вышедший из тюрьмы, он дорожит просто свежим воздухом, солнышком, там, я не знаю, пением птичек, вне зависимости от того, есть у него работа, нет у него работы, там, во что он одет, кто рядом с ним, он на воле, да. А человек, который никогда не был в тюрьме, у него высокий уровень запросов, он, собственно, ему мало того, что он на воле, да, но он хочет иметь свой дом, там, ну я в данном случае метафорично говорю, да, то есть большинство новых детей, они не озадачены материальным благополучием, они хотят личного счастья и вообще творческого счастья, им всё равно, где они обитают, главное как, с каким настроением. Так вот, если люди не имели ограничений, у них очень высокий уровень потребностей и запросов, этот уровень двигает их для воплощения в жизнь своих прекрасных проектов. Так что не бойтесь чувствовать и не бойтесь наблюдать за собой, не за жизнью, а за собой, за процессами, которые протекают в вас. И тогда вы не будете застревать в этих процессах и вам будет удаваться ощущать полноту, краски, богатства окружающего и при этом оставаться собой, оставаться целостным и независимым. Да, я забыла ещё такой важный момент для безопасного проживания любых чувств. Есть чудесная, мудрая фраза, и это пройдёт. Не привязывайтесь ни к плохому, ни к хорошему, потому что будет ещё лучше, возможно ещё новые и новые грани этой жизни. Поэтому вот эти небольшие правила, определение собственного типа реагирования на жизнь, умение сделать выбор, разделить то, что вы считаете своим, а то, что вы унаследовали от семьи или стереотипов общества социального, и вы понимаете, что это мешает вам сейчас. И третье – это умение проживать свои чувства должно быть дополнено в вашей картине мира этим принципом. Всё превращается из одного в другого, всё проходит, река жизни течёт. Не привязывайтесь ни к чему, и тогда вы сможете воспользоваться каждой остановкой, каждым пейзажем, каждой встречей на этой реке. Только тогда это будет для вас радостная встреча и, может быть, грустная, но не горькая утрата. Потому что каждое расставание влечёт за собой новое движение, и вы встретяете что-то новое. Я желаю вам доверия себе и мужества в эти прекрасные времена. С вами была Светлана Добровольская.